Ну, давайте ещё раз пройдёмся этой дорожкой. Значит, язык различает виды предикации благодаря признакам. А именно, с логом, с буквом, с звуком. Отношение призраков бывает двух признаков, бывает двух родов. Отношение различия, ая-ит, свойство действия, и отношение тождества, ит-ит, сидит, блестит, говорит. В первом случае устанавливается отношение различия, предикации. В втором случае отношение тождества, предикации. В втором случае, строго говоря, отношений нет, потому что разные ит даны как бы последовательно. Молчит действия, блестит действия, сидит действия. Отношение сводится к установлению тождества. И есть одна форма, которая не укладывается в эту схему, которая, в сущности, выводит нас за пределы обычного языка. Это отношение предикатов. Такая ситуация, когда берется именно отношение двух одинаковых, одновременно данных предикатов. Как я этим пытался передать, ит-ит. Отношение двух одновременно данных, одинаковых предикатов. Который, очевидно, не имеет никакого смысла в том смысле, что не устанавливает новый вид предикации. Или это такой вид предикации? Различие понятно, отношение различия понятно, отношение творчества понятно, отношение двух одновременно данных предикатов непонятно, как у признаков. Ит, Ит, Ая, Ая – непонятно, какой вид предикации, это не свойство, не действие. Ая – это свойство, Ит – это действие. Ая, Ит – это различие между свойствами действия. А Ит – Ит или Ая – Ая – это что? Это какой вид, тип предикации? Тем не менее, если мы устанавливаем такую кроматическую ситуацию, еще раз, отношение тождества двух предикатов, то есть отношение двух одновременно данных предикатов, одинаково. Здесь, видимо, на первое место выступает именно отношение. Это отношение Ит – Ит. Ит относится к Ит. Ит – это отношение не может быть обращено к содержанию. Что мы называем содержанием, скажем? Формально это отношение признаков, например, отношение тождества. Ит, запятая Ит. Тогда мы имеем переход от формы к содержанию, когда Ит. Мы имеем переход от формы к содержанию, когда отношение признаков, например, отношение тождества, Ит, запятая Ит, обращено к предикату. Молчит, блестит, сидит. Тогда мы получаем переход от чисто формального отношения к содержательному, скажем так, от формы к содержанию. Или формально дано «ая-ая», а содержательно получаем «веселое я», «грустное я». Переход от формы к содержанию, повторяю, заключается в том, что мы от отношения признаков переходим к отношению предикатов. При этом переход от отношения признаков к отношению предикатов не является переходом к содержанию в том случае, если соотносятся незапоставимые предикаты. Один блестит, другой говорит. Здесь перехода к содержанию не происходит. Вот бежит, сидит, происходит. А говорит и блестит, не происходит. Веселая и большая не происходит перехода, хотя есть переход от отношения признаков к отношению предикатов, но только в том случае, или большая, маленькая, или веселая, или грустная. Тогда этим задается содержательное отношение, которое уже более не является формальным. Но еще раз повторю, при этом переходе сначала обязательно в языке обязательно отношение предикатов, то есть чисто формальное отношение, а затем и вследствие этого уже отношение содержательное. Сначала «ая-ая», а потом «веселая и грустная». Если мы берем такое образование языковое, как отношение двух одновременно данных признаков, одинаковых, отношение двух одинаковых одновременно данных признаков, ИТ-ИТ, не ИТ-ИТ, а ИТ-ИТ. То мы не можем... То встает вопрос, как перейти от формы к содержанию здесь. Мы не можем, если имеем отношение одновременно данных признаков, мы хотим сохранить его именно как отношение, а не как установление торжества. как только мы переходим к «бежит-сидит», исчезает отношение, ИТ-ИТ как отношение. «Бежит-сидит» означает, что мы возвращаемся к установлению одинаковых признаков, и возвращаемся к ситуации ИТ-ИТ, ИТ-ИТ-ИТ. «Бежит-сидит» все равно глагол, все равно действие. А вот эта вот исходная ситуация, которую мы хотим схватить, которую мы образовали, ИТ-ИТ, то есть именно отношение одновременно данных, вместе данных одинаковых предикатов, ИТ-ИТ, оно исчезает. Как оно только применяется к содержанию, как только оно применяется к содержанию, бежит-сидит, оно превращается в ИТ-Запятая ИТ. То есть утрачивается это формальное построение, утрачивается отношение одновременно, отношение тождества одновременных предикатов. Оно исчезает. Только в одном случае сохраняется. Только в одном случае сохраняется это вот отношение тождества одновременно данных признаков. Только в том случае, если это отношение налагается на одинаковые предикаты. Бежит-бежит. Летит-бежит. Они одинаковые или это один предикат? Это отношение одинаковых предикатов. Как у нас было? Или один-два раза? Нет. Один-два раза это ИТ-ИТ, и, соответственно, блестит-висит-говорит. Не, ну они одинаковые же. Они одинаковые, но по форме это именно отношение. У нас исходно было отношение ИТ-ИТ, отношение одновременно данных одинаковых предикатов, признаков. ИТ-ИТ. Не то же самое, что и запятая ИТ. И это отношение, как отношение удерживается, только в том случае, если мы от него переходим к отношению одинаковых предикатов. Мне просто трудно установить одинаковость предикатов. Одинаковость признаков? Тоже трудно установить. Можно сказать, что признак один. Два раза. А два не одинаковые. А как установить, что они одинаковые? Ну, это создается как отношение. Как отношение тоже здесь. Есть же такое отношение? Нет. Ничего одинакового там в мире нет? Все разное, наверное. Но в языке есть, потому что признаки, они удерживаются, они в произведении меняются, они говорят «идрово – идь». Нет, в языке это идеализация, это одно и то же, «бежитка» – это одно. Оно повторяется дважды в языке, потому что это идеализация. А в признаке мы видим только различия, и только с помощью идеализации видим одинаковость. Итак, отношение признаков одновременно вместе данных одинаковых признаков, типа «ид»-ид, удерживается как отношение только в отношении одинаковых предикатов. «Бежит – бежит», «свистит – свистит». «Является ли это переходом от формы к содержанию?» Если бы это был переход от формы к содержанию, то вы были бы правы, потому что здесь получается два одинаковых или просто один признак. Но здесь нет перехода от формы к содержанию, потому что просто «бежит – бежит» – это несодержательное определение. как «бежит»-блестит неодинаковое несодержательное определение, так и «бежит – бежит» неодинаковое несодержательное определение. А почему «бежит»-блестит не несодержательное? Потому что только «бежит»-сидит содержательное, и «блестит», и «темнит», а несодержательное. «маленькое» и «веселое» – это вроде бы динавки видеть. «Маленькое» и «веселое», но никакой же проблемы этому соединиться в одном предмете нет. И он соединялся в таком предмете, как «вечь»? «Вечь» была красная, скажем, не знаю, звучащая. «Пока мы имеем переход от признаков к предикатам, пока в языке «вечи» нет. А «предикаты», если взять просто «предикаты», то, наверное, все-таки перехода от формы содержания здесь нет. От «ая» к «веселое» и «маленькое» нет. От формы содержания. «Веселое» и «грустное» – да, есть. Но может быть и есть. Потому что противоположности «веселое» и «грустное»? Ну да, потому что «веселое» без «грустное» не бывает. А «веселое» без «маленькое» в общем даже бывает нормально. Содержание не улавливается. «Одна девочка веселая, другая маленькая» – мы как-то говорили эти вещи. Утверждение «одна девочка веселая, другая маленькая» – оно не имеет смысла. Но, правда, мы до конца не решили этот вопрос, по-моему. Но вот «девочка бежит, а звезда блестит» – это высказывание, оно мне кажется бессмысленным. Собственно, никто ничего не сказал. Как мне представляется. Но сейчас я всяко не об этом. Я хочу сказать, что мы совершаем переход от отношения тождества признаков к отношению тождества предикатов. От «ид-ид» к «бежит-сидит». При этом сохраняется, поскольку… в отношении тождества предикатов сохраняется отношение тождества признаков. Но не совершается переход от формы к содержанию. Потому что если все бежит, или все блестит, то содержания здесь ровно никакого нет. Я хочу сказать, что отношение тождества предикатов, это тоже формальное отношение. Но они тождественны только по форме, конечно, бежит и блестит, они тождественны только по форме своей, потому что это действие, потому что это ид. Да. А бежит, бежит? Тождественны и формально, и содержательно. Содержания здесь, я думаю, что содержания здесь вовсе нет. Потому что если мы только будем брать, мы же исходную ситуацию имеем. Содержание как пример здесь только, да, что бежит, или там блестит, это не важно. Как нам понимают? Если мы утверждаем, что отношение тождества предикатов, ит-ид, сохраняется в отношении тождества предикатов, бежит-бежит, то тем самым мы еще не дали никакого содержательного определения, потому что бежит содержатель, а только кто-то сидит. Тождество предикатов – это же более сильное утверждение, чем тождество признаков. То есть мы установили эти окончания, ит-ид, и нам этого достаточно, чтобы говорить о тождестве предикатов. О тождестве предикатов, оно уже как-то более нечто такое сильное. Как мы установим его? Тождество признаков установили, а дальше как мы двигаемся? Тождество предикатов. По-моему, без содержания, наверное, сложно. Как мы определяем, по-моему? Конечно, отношение тождества предикатов более сильное, чем отношение тождества признаков. Но мы еще не перешли к содержанию. Так а как мы установили тождество предикатов? Потому что если бы наоборот, что тождество признаков и следствием тождества признаков является тождество предикатов, то есть тождество признаков было более сильное утверждение, тогда вопросов нет. Это просто логический переход. А тут, когда получается переход с повышением содержания, вы должны объяснить, каким образом мы дополнительные утверждения делаем, более сильные, на каком основании? Я и хотел сказать, что сначала отношение творчества признаков Ит-Ит-Ая-Ая, Ит-Ит-Ая-Ая-Ая, а затем, в средстве этого... Почему? Есмин, как подтверждение, неменьшие силы получают подтверждение большей силы, это, по-моему, невозможно. Значит, я неправильно сказал, что все-таки отношение творчества признаков сильнее, чем отношение творчества и предиката. Все совершенно является причиной. Мы не перейдем к... ну даже как без айя-итмы не получим веселое и грустное, то есть айя веселое и грустное, также мы точно не получим безотношения творчества признаков, отношения творчества предиката. Сначала отношения творчества признаков, что сильнее я не знаю, что первее я знаю. Сначала отношения творчества признаков, а затем отношения творчества предиката. Но движемся мы от признаков к предикату, как всегда в языке. Просто в данном случае переход от признаков к предикату не является переходом от формы к содержанию. Утверждение «бежит-бежит» также формально, как «ит-ит». Утверждение «бежит-бежит» также формально, как утверждение «ит-ит». Но признак у нас «ит», а преди как «бежит». Нет, признак у нас «ит-ит». Признаком у нас является отношение творчества признаков. Не отношение различное, не сведение к тождеству, а отношение к тождеству признаков. Вот что является у нас теперь признаком. А отношение предикатов к кладовшему лакомы? Может только одновременно, а? Отношение предикатов и тиреида? Нет, отношение признаков и тиреида. Отношение предикатов бежит-бежит. То есть отношение предикатов есть нечто содержательное? Нет. А как же? Потому что бежит не содержательно, только рядом сидит. Мы просто развили форму. Мы отличаем, что признак предиката не отличить. Но предикат не несет содержательного нагрузка. Это языковая игра, то есть синтаксическая. А предикат – это радиологическая вещь. Так было до сих пор. Мы взяли два способа отношения признаков. Один – это отношение различия, ай-ид, свойство действия. Второе – это отношение творчества. Ит-ид – бежит-блестит. И мы сказали, что... То есть только два. Только два этого не знают, потому что они сходят из других определений языка. Есть только два отношения признаков языка. Отношение различия и отношение творчества. Мы либо различаем свойства и действия ай-ид, либо утверждаем, что то и другое свойство – ай-я-я. И отсюда классифицируем все предикаты тоже на грехах. Да, это как бы классический язык. Без всяких... Как они называются? Метафор, а более общая забыла. Троп. Без всяких метафор и троп. Это классический язык. Мы хотим получить троп. Мы хотим получить метафору. Поэтому мы... И в классическом языке, без метафоры троп, переход от формы к содержанию осуществляется именно в переходе от отношения признаков к отношению предикатов. Здесь совершают содержательный переход. Отношение признаков ай-я-я, отношение предикатов веселое и грустное. Все, перешли от формы к содержанию. Переход от отношения признаков к отношению предикатов есть переход от формы к содержанию. Ит-ит бежит-сидит. Все, перешли. Было ит-ит, теперь бежит-сидит. Это точный переход к содержанию. Но если мы в качестве признака берем отношение одновременно данных признаков, то есть отношение точенства признаков, Если мы в качестве признака берем отношение к творчеству признаков, то переход возможен только к «бежит-бежит», то есть к отношению к творчеству предикатов. И этот переход не является содержательным, потому что бежит-содержатель, только рядом сидит. Если вы будете без конца повторять «бежит-бежит-бежит-бежит», то у вас никто не побежит. Это не будет содержательным утверждением. Да, но у нас содержание всегда появляется в контрасте с чем-нибудь другим, и поэтому, когда у нас есть нечто-одного, у нас нет никакого содержания. Это у нас такая концептуальная схема изначально, что всегда на фоне чего-то другого содержание появляется. То есть определенность появляется на фоне чего-то другого, как отличие. Ну, может быть. Я так говорю. Общий метод я бы не торопился говорить. Но в данном токольфе именно так. То есть есть вырождены случаи, в общем, в том числе признаков, когда не возникает перехода от формы содержания? Да. Среди прочих. Есть когда переходит сразу от формы содержания, вы рассказывали случай «бежит-бежит», а есть случаи, когда не переходит еще, остается еще в форме. Бежит-бежит. Да, да, остается еще в форме. Бежит-бежит, остается еще в форме. Хотя мы уже перешли к предикату. Уже интересно. Перешли к предикату, а к содержанию не перешли. Потому что отношение, тождество предикатов предполагает, что все время бежит-бежит, тире-бежит, 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 все. Никакого содержания у нас нет. Мы не знаем, что такое «бежит», потому что рядом нет сидит. Но у нас есть отношение тождество предикатов, как чисто формальная вещь. Как происходит переход к содержанию? Переход к содержанию происходит тем способом, что форма, а в данном случае форма является отношение тождество предикатов, накладывается на отношение предикаций. Под предикатацией я разумею отношение субъекта к предикату. То есть от бежит-бежит, от летит-летит, это формальная вещь. Еще раз повторяю, если все летит, то ничего не летит. Если берем форму «летит-летит» и накладываем на отношение предикаций, то есть на отношение «девочка летит, птица летит, птица летит, девочка летит». Когда мы накладываем отношение тождество предикатов на отношение предикаций, то есть на отношение между двумя отношениями субъекта и предиката, мы переходим от формы к содержанию. Потому что девочка летит и птица летит, это уже содержание. Есть различие. Да, есть различие, есть содержание. Вот девочка тебе летит, вот птица летит. Таким образом, отношение тождество предикатов входит в содержание. Тут никак не рисуется, нет? А вот там... Влад, вы справитесь? Сейчас мы сделаем. Я буду торопиться. Никита, еще чуть-чуть, там надо засыпляться. Ну да, чтобы были за время, я сейчас нарисую два отрезка и все. Спасибо. Спасибо. Девочка летит, птица. Еще, боже, вообще-то очень рисуется. А там другие всякие фломастеры надо пробовать, кто-то из них пишет. Девочка летит, птица летит, это и есть содержательное утверждение. Но его частью является предшествующей ему формальное утверждение. Летит, летит. Предикат, предикат. Предикат предшествует содержанию. Отношение. Потому что предикатом является отношение предикатов. Предикатом является отношение предикатов. Отношение тождества предикатов является предикатом. И это отношение тождества предикатов предшествует отношению предикации. То есть девочка летит, птица летит. Девочка летит, птица летит это отношение предикации. То есть отношение между отношениями субъекта и предикатов. Но ему предшествует отношение тождества. И отношение тождества предикации не является отношением тождества. Потому что девочка летит, птица летит. Отношением тождества является именно отношение предикатов. Отношение предикации является просто отношение. Девочка летит, птица летит это соотносительная вещь. Отношением тождества является именно отношение предикатов. И та и другая летит. Летит, летит. Это отношение тождества предикатов. И в этом предикате 2 субъекта тождественные?! В предикате да. в предикате дрожебного б Tamtu находится в отношении собственности отношении творчества субъекта соотношение наверно было субъекта соотношение только через предикат девочка и птица никак не соотношение начи как через эти плети субъекты относится через предикаты а предикаты находятся в отношении творчества что это означает и отношения также как отношения признаков предшествует отношению творчества предикатов так и отношения творчества предикатов предшествует отношению предикации здесь как бы Iowa то есть сначала пред Ollieеть а потас какие книги она предшествует потом входит путе плети и Guillet и предшествует а потом входит в отношения тортиза предикацию ребятники так и редете сначала предшествует а затем входит в отношения претикации «девочка летит, птица летит». Что это значит? Это значит, что мы не сравниваем… Еще момент. Ит-ит, отношение толщества признаков. Когда оно порождает отношение толщества предикатов, оно остается… вот так вот, оно остается в… вот в этом… удерживается как основание. Так же и здесь, отношение толщества признаков определяет отношение претикации и удерживается в отношении претикации как основание претикации. Отношение толщества предикатов, и так трудно… Отношение то лица предикатов определяет отношение предикации и сохраняется в нём в качестве основания. Это о чём говорит? Это говорит о том, что мы не сравниваем летящую девочку и летящую птицу. Это не сравнение, слово сравнение ни о чём не говорит. Это отождествление по предикату. Это отождествление по предикатам. То есть язык навязывает к реальности свою форму? То есть мы не феноменально смотрим, и сравнение девочки с птицей. Сравнение девочки с птицей даст нам то, на чём у нас уже намного чешались. «Девочка бежит» также не в бой искривительнее, а птица летит. Это будет сравнение. Бежать бегущие девочки, летящие птицы. А язык навязывает нам другое. не сравнение, поскольку отношение тождества в предикатах удерживается в отношении предикации, предшествует ему раньше, прежде, остается, то речь идет не о сравнении бегущей девочки и летящей птицы, а о отождествлении по признаку, по предикату. Опять не по признаку, а по предикату. Тут еще более сильно. Получается, что форма, которая находится в языке, диктует реальность или миру, каким он должен быть? Совершенно верно. У девочки вырастают крылья. Девочка летит. То есть это вот наша исходная история. Из языка вытекает, что мы не просто говорим, что девочка очень похожа на птицу в своем беге, а мы утверждаем, что девочка птица. Но птица не вообще, а вполне определенное отношение в отношении данного предиката. Девочка может клевать, как птица, тогда предикат отношение предиката будет склюет-склюет. Девочка может лететь, как птица, тогда отношение то, что предиката будет лететь-лететь. Ну и так далее. Но это исходно у нас формы первичные, поэтому неудивительно, что языковая форма точно так же первична. Удерживая отношение торжества предикатов, мы тем самым диктуем миру то обстоятельство, что девочка и птица тождественные в определенном предикате. Не схожие, еще раз повторяю, слово схожие ничего не дают. Не тождественные, потому что предикаты находятся именно в отношении торжества. И в этом смысле они определяют сравнение предикаций. У нас никаких шансов увидеть детей, девочки, руки нет. После того, как мы сказали, летит-летит. Сначала летит-летит, как чистую форму. А затем наложили эту форму на содержание девочка летит, птица летит. А мы при таком случае метафору от неметафоры сможем отличить? А вы что, я что, как камень? Нет, ну просто это важно, на самом деле. Как мы понимаем, что это метафора или просто консультация классического языка? Мы строим в языке. Если мы в языке так построим, получится метафора. Нет, ну мы понимаем, что это метафора, потому что как-то у нас есть понимание... Мы понимаем, как мы движемся в языке. Что это как бы не совсем за правду. Метафора-то как бы не совсем за правду, мы понимаем. Что-то там как бы есть такое, что мы понимаем, что не за правду. Ну потому что мы понимаем, когда девочка будет падать камнем, мы поймем, что это за правду. В метафоре как бы есть такая шуточность какая-то, такая какая-то игра. И мы это понимаем, на самом деле, когда метафора... Дело, скорее, не в том, что игра, а дело в том, что в метафоре есть и прямой смысл, и вот этот косвенный метафорический. Я пошёл. То есть важно не то, что девочка летит, а важно то, что девочка летит в паре с птицей летит. Только когда мы удерживаем вот эту парность, девочка летит, птица летит, это и означает, что мы удерживаем смысл, ну, как сказать, прямой и непрямой смысл метафоры. Так вот прямой смысл этой метафоры есть? То есть, как бы, есть же люди, которые метафору не понимают. Им скажут, что девочка летит, а они начнут смотреть, где тут у неё прыгают. Ну, я не понимаю, что это, к чему ты это говоришь? Я к тому говорю, что если мы понимаем смысл метафоры следующим образом, что очень красиво, и надо понимать, каким образом мы всё-таки отличаем от констатации. То есть для констатации должно быть... А чего тебе ещё надо? А где в этой схеме констатации? Где? В этой схеме констатации птица летит. Вот это прямой, не метафорический смысл. А теперь, а следующая констатация, девочка летит тоже констатация? Нет, это метафора. Но метафора, возможно, только при удержании. Девочка летит, одновременно с птицей летит. Ну, подожди, а если девочка просто летит, ну, в смысле падает? Ну, так птица тоже, кстати, умеет падать. Разбиваясь в лепешку, ну ничего. Мы сейчас к содержанию переходим. Так ты постоянно переходишь к содержанию. Нет, слово летит... Ты спрашиваешь, у тебя был конкретный вопрос. У тебя конкретный вопрос. Как понять, что это метафора? Нет, это метафор, да, от констатации. Да, я тебе отвечаю как. Метафора содержит в себе два смысла. Обязательно. Прямой и метафорический. Поэтому, когда мы говорим, девочка летит, мы одновременно удерживаем, птица летит и девочка летит. Только это является условием метафоры. Это означает, что, производя метафору, мы ее производим именно как метафору. Ветят же самолеты, там, не знаю, кто-то летит. Ну и что? Не, был я бы иначе... Шаши, там, милии. Игорь, я бы иначе ответил. Я бы ответил... В метафоре разные субъекты отождествляются в одном предикате. В определенном предикате. Девочка действительно птица. Это прямой смысл. Это не переносный, Игорь, на мой взгляд, смысл. А опять же, слово переносный, она ни о чем не говорит. И не непрямой. Она птица. Она птица в одном предикате. Она летит. В этом предикате. Это два прямых смысла в одном определенном предикате. Предикат находится в отношении тождества. И поэтому в этом предикате два субъекта отождествляются. У девочки действительно вырастают на наших глазах крылья. Так что человек размер... Мы говорим, что человек большой как слон. Он не напоминает размерами слона, а он равен. В смысле метафора именно в этом. Еще раз вернемся. В смысле метафора именно в этом. Человек не напоминает размерами слона, а он равен размерам. Но он только по размерам равен. Но хвост, у него и хобот не выросли. Больше они видоизменились. Но размерами он стал слоном. Так и девочка. Она осталась девочкой. Если она плюет, то у нее руки, но клюв. Если она летит, то у нее нос, но клюв. Две геометрические фигуры плоские, имеющие одинаковую площадь, а не тождественные в смысле площади. Но это же не метафора. Тождество, конечно, может быть метафорой, но не всегда. Так никто не говорит, что всегда. Тождество – это метафора. Просто когда мы говорим о тождественности передикаторов, надо понимать, что в метафоре это какой-то особый случай. Потому что есть тождество, не метафорическое, а тождество по площади, тождество по длине, по высоте. Много всяких можно взять аспектов, по которым субъекты будут тождественные. Ну еще раз, речь сла не об абстрактном тождестве. Не, правильно. Я не хочу, что всякий раз мой вопрос всегда об чем относится. Надо отличить нам метафору от неметафоры. Площадь – это не предикат. Мы работаем в языке, то есть субъектно-предикатная ситуация. Длина. Тоже не предикат. Это часть. Это не предикат. Длинная. Длина такого, например, 10 сантиметров. Это не предикат? Ну, в геометрии, например, в геометрии две разные фигуры одинаковы по площади. Это не субъектно-предикатная ситуация. В геометрии нет предикатов. Помните, мы говорили? Вся прелесть метафоруры в том, что это языковое явление, а не геометрическое. В геометрии вообще нет предикатов, отличных от частей. С разными вещей. Предикатов геометрии не существует. Ну, двухглазые. Два человека, оба двухглазые. В смысле двухглазности, а не тождественные. Ну, просто я к тому говорю, что надо придумать пример, где тождественные, спердикаты, они сразу означают метафору. Такие, по-моему, много можно придумать примеров, поскольку там тождество, это как бы... Ну, в языке присутствует отношение тождественное. Как метафора? Метафора, по-моему, конечно, все правильно, она, видимо, рождается таким же способом, но что-то еще тут добавка какая-то, еще какое-то пояснение есть, почему это метафора, а в другом случае не метафора. Вот, вроде бы, нет, потому что из самого характера построения мы сначала... Мы изначально выходим, мы начинаем соотношение тождества-признаков. Мы изначально уходим из обыкновенной, стандартной языковой ситуации. Еще раз, в обычном языке, до метафорическом языке, по крайней мере, как мы его берем, может, не бывает и метафорического языка, это уже отдельный вопрос, так как мы его берем сначала до метафоры, как будто метафоры нет, есть только два способа отношения признаков. Отношение различия, а-ид, и отношение тождества, и-запи-тай-ид. И это считается, что мы разрываем и выстраиваем отношение признаков, и попадаем в метафорический мир. Дальше у нас просто посреди, как оно возникает, но мы образуем вот эту вот исходную ситуацию. То есть, когда мы видим одинаковые столы и одинаковые стулья, как бы, говорим, они как одинаковые стола, стулья, о рядах каких-нибудь одинаковых предметов, это все метафор, чтобы участвовать. Мы живем в мире, где много чего одинакового. Просто произведено, да, вот, как у стулья. Вот даже мы сидим здесь, и тут много одинаковых стульев. Одинаковый микрофон и прочее. Но вы забываете, что мы начинаем с языка. Я понимаю, но я же, когда говорю микрофон и стулья, это же все язык. Я могу сказать, в каком смысле они одинаковые, а они там, ну, там, одинаковые, цвет, нормальный. В языке микрофон со стулом одинаковый только потому, что это существительное. Нет, это не микрофон со стулом, микрофоны, разные микрофоны друг с другом, разные стулья друг с другом. В языке они разные, потому что они кончаются на «ы» и это их свойства разные. Сначала «ы» в языке девочка одна. Не две девочки в языке существуют, а одна девочка. И один стул, соответственно, да, не стулья существует, а стулья один. Я немножко забыл ход наших рассуждений изначально. Но изначально у нас было, по-моему, взять на две девочки. Ай, ай отдается при условии только двух девочек. Ну, тогда, значит, как бы возражение остается, что если две девочки, если там два стула, то они могут оказаться прямым способом, тождественными. То есть, как бы просто по многим признакам тождественными. Не в метафорическом смысле, а просто тождественными по многим признакам. Если существуют в языке два стула. Если в языке существует только один стул, да, то тогда, да, тогда такого отношения нет. Ну, стул как понятие, как некое слово, да, он один. Ну, тогда я так скажу. Метафора возникает тогда, когда возникает формальное, а не содержательное отношение творчества предикатов. Это на самом деле главное. Это центр всего построения. Формальное, а не содержательное отношение творчества предикатов. Во всех остальных случаях вы получите содержательное отношение творчества предикатов. Вы скажете, девочка веселая, девочка грустная. Девочка веселая бежит, девочка грустная сидит. Все это будет неформальное, это будет содержательное. при переходе от отношения признаков к отношению предиката, вы переходите от формы к содержанию, в языке нормальном. А если девочка веселая, и другая тоже веселая, еще когда делают? Или все-таки это как статация, присутствует содержание? Если девочка веселая, вторая веселая, значит веселая как содержание, да? Да, конечно, они содержательно веселые, они обе одинаковые и веселые. Это будет содержание. Значит, надо отвечать творчество, которое переходит в содержание, которое не переходит. Да. Это чуть-чуть формальная процедура. Если вы сразу вляпаетесь в содержание при переходе от признаков к предиката, то вы получите нормальный человеческий язык. А если вы удержите отношение предиката как формальное, не уходящее содержание, то вы невольно создадите метафор. За содержанием у вас будет уже девочка, да, летит, и птица летит. При условии, что вы удержите как формальное отношение творчества к предиката. Это самое интересное и есть, что... На мой взгляд, это центр смыслового построения. Тогда вот это будет ощущение, что это... Получается, что когда в языке самая главная форма, это метафорическая? Не знаю, просто метафорическая это как бы третий тип соотнесенности признаков. Нормальных два различия творчества, а это некий третий тип соотнесения признаков, который ведет к... Синтетический какой-то, который ведет к... Да, 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 отношение творчества. Ответительно, отношение творчества. Не констатация творчества и запятая их, а отношение творчества. Это третий вид предикатии, который приводит к метафоре. Девочка-птица, но только в одном отношении, в отношении того, что летит. Это поскольку птица летит крыльями, то у девочки вырастают крылья. Или клюв. То есть получается, что пока мы не построили языковую метафору, мы не можем воображать. И наоборот, языковая метафора является... Требует воображения. Когда мы сказали, девочка летит, вот что мы сказали на самом деле. Девочка летит. Если мы это сказали, то у девочки вырастают крылья. На самом деле мы сказали только одно. Девочка летит. Причем в прямом смысле. Язык заставляет говорить. Это не в переносном смысле, а в прямом смысле. Потому что предикаты находятся в отношении творчества между собой. Поэтому девочка летит не похоже на птицу. Она летит птицей, она птица. В одном, однако, смысле. В смысле полета. Воображение вытекает из языка. Ничего другого, как из языка. Без языка, без метафоры. Если в языке, повторюсь, мы не построили метафору, то мы не стали бы никогда воображать. Зачем-то наделять девочку крыльями, это смешно. Девочки не летают. Ну и, тоже интересно, с памятью я, правда, не додумал. Потому что... Ну вообще, соотношение какое? Воображение это что? Это когда на лицо девочка и птица, но у девочки вырастают крылья. А память это нечто иное, когда на лицо тоже тоже признаков, они обе летят, но на лицо только девочка. На лицо только девочка. Но не у девочки вырастают крылья, а появляется несуществующая птица. Нам девочинбек напоминает полет птицы, и у нас в голове возникает не крылья девочки. А птицы нет. Но птица появляется. Это как ситуация с полем, который в прошлый раз Игорь приводил пример. Когда Сартов приходит в кафе, то он прямо видит отсутствие поля. А здесь получается, что он не видит, он только припоминает, да? Причем поле вспоминается не в кафе, это важно. Поле вспоминается сам по себе. Но почему так получается? Мы так и не поняли, не разобрались. Надо смотреть. Но вообще память как-то очень похожа на воображение. И тут и там есть бег девочек, в случае памяти бег девочки напоминает мне птицу. Но не у девочки вырастают крылья, но по факту я не объясняю. По факту не у девочки вырастают вдруг крылья, а появляется отсутствующая птица. Хотя в основе лежит то же самое отождествление как бы то же самое. Девочка летит, птица летит, но не у девочки появляется крылья. Если я не пойму, что девочка летит, то у нее не появится птица. Так что девочка летит, а птица летит, остается. Но если в наличии девочки и птицы, то у девочки вырастают крылья. А если птица отсутствует, то появляется отсутствующая птица. И почему это так, и от чего это зависит, и как мы это делаем, это... мы тоже в памяти тоже ищем общий предикат. Девочка летит, я смотрю и вижу, девочка летит, но не у девочки вырастают крылья почему-то. Для памяти это совершенно не нужно. А появляется отсутствующая птица. почему-то это так. Ну, о памяти говорю, я как-то не... целиком был занят воображениями. Чувствую, что это близко схоже, но не вижу как. Так воображение все-таки движется в одном направлении каком-то специальном или может в разном? Что вы имеете в виду? Ну, вот, метафли. Обязательно птицы? Девочки летит, там, самолеты, там, или чем там. Камни. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Получается, что когда я вспоминаю, что вы говорите, что девочки летят, я вспоминаю все предметы, которые летают, что ли? Ну, когда вы переходите от формы к содержанию, то есть отношение то же, что предикаты переходите к отношению предикации, то предикации могут быть какие угодно. Девочки летят, как самолет. Пожалуйста. То есть, вот летит, как самолет, или там, это все дополнение, как это важно? Или достаточно сказать девочки летит? Нет, девочки летит недостаточно. Здесь нужно переход от формы к содержанию заключается к переходу от отношения то жества предикатов к отношению предикации. Поэтому два, как я заметил, два должны быть предметы обязательно. Отношение предикации. Только здесь возникает переход от формы к содержанию. То есть, как девочки летят, зависит то, какие припоминают, кого припоминают. Какие там эти предикации, это уже вопрос что-то содержится. То есть, припоминаешь самолет, значит, летит, как самолет. Припоминаю камень, значит, летит, как камень. Нет, память от воображения надо все-таки отличать. Нет, когда мы с память работаем, я говорю, девочка летит. А, вы про память. Да. И то, что я припомню, так она и летит. Может быть. Я говорю, я не в память не въехал. Нет, ну, может, как шмель. Не, не ровно. Припомнил шмель, девочка летит, как шмель. И припомнил шмель, а, да. Фактически так, да. Девочка летит, как самолет, припомнил самолет. Каждый раз то, что я припоминаю и указывает на то, как девочка летит. Просто получается, что лететь можно по-разному. То есть, одна и та же девочка может лететь по-разному. Ну, в этом смысле метаполы, в этом смысле, да. Тут форма и содержание важно понять. Отношение тоже за предикатов, еще раз скажу, это чисто формальное явление. А когда отношение тоже за предикатов накладывается, входит в часть, частью входит в отношение предикации, есть формальная ситуация, лететь-летит. И содержательная ситуация, то есть, оно летит, но оно летит как шмель, как птица, как самолет, это задержательная. Это задержательная уже, да. То есть, летите формально, потому что здесь формально как летит. Да, надо удерживать это как формальное, и оно остается частью формального, потому что именно летит все-таки. Но оно становится, это отношение, формальное отношение предикатов становится частью содержательного отношения. Тогда уже, конечно, либо шмель, либо птица, либо самолет, либо что-то другое. Вот это вот удержание отношения предикатов, еще раз, как формальное отношение это самое интересное и потому что нормальном языке отношения предиката всегда содержать метафоре отношения при предиката переход предикатам еще не означает содержание удерживаться формальная вещь все на сегодня за дарья помин по мере уже созвона обычно же ничего не получается правило ну да как как пойдет просто по обстоятельствам я например в городе вроде всем нет тут всякие конечно неприятности типа там защит экзаменов все такое не может был какой-нибудь итоговую чтобы все наши итоги за год подвести ну это уже говорю как как пойдет регулярное занятие на людей сложилось что то что к чему же мы все-таки пришли ну это вы зачем записываете вы если я сподоблю что я сделаю зависит от того как идет у меня работают понимаете как раз мы уже долго обсуждали метафору разные были подходы это как получится все наши занятия как получится на самом деле вот новый июня обычно получается хуже посмотрим еще мое есть поесть очень посмотрим хорошо пока у меня просто нет темы что вы